МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21 продолжает работу в эфире. Вы смотрите новости с итогами дня. Элина Шагенова, коротко о главных темах выпуска. Новый год – новая доплата. В течение декабря, в начале января будет проделана вся необходимая подготовительная работа. В 2023 году медики начнут больше зарабатывать. Кому положены новые выплаты и в каком размере? В Мурманске прошел рейд по парковочным местам. Если сделать месячный, двухмесячный рейд, но на постоянной основе, то это уже выработается какая-то привычка того, что не нужно этого делать. Соблюдают ли мурманские водители правила парковки? И какой штраф предусмотрен за нарушение? Расскажем в сюжете. В Санкт-Петербурге продолжается форум «Арктика. Настоящее и будущее». А тем для обсуждения здесь поднимаются десятки от экономики, развития Северного морского пути до проблем коренных народов и даже роли женщин в развитии арктической зоны. Какими событиями запомнился первый день мероприятия? И какие технологии представили на площадках выставочного зала? Узнаете в сюжете. 8-9 декабря Санкт-Петербург принимает международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». Открыто больше полусотни площадок, где работают выставки и дискуссионные панели, а госкорпорации, предприниматели и чиновники подписывают соглашение о сотрудничестве. Первый день работы деловых площадок форума «Арктика. Настоящее и будущее» завершился, но итоги подводить еще рано. Наверное, самым значимым событием этого дня стало подписание долгосрочного договора между Норильским никелем и Атомфлотом. Он предполагает проводку ледоколами судов Норникеля по Северному морскому пути до 2041 года с возможностью продления на 10 лет. Значение документа признают обе компании. А завтра обсуждение арктической повестки продолжится еще на трех десятках площадок. Но пока есть возможность выдохнуть и побывать в выставочном зале. На форуме свои стенды представляют ведущие технологические компании страны. Чего тут только нет, беспилотники, спутники, вездеходы, даже города будущего. Хотя, по словам разработчиков проекта, вывести такие конструкции на промышленный уровень – дело ближайших нескольких лет. Еще один важный аспект развития Арктики – безопасность. Вот такая техника создана отечественными производителями для работы в полярных широтах. Здесь и привычный снегоход, и не совсем привычные подводные дроны, и надводные глайдеры для поиска опасных объектов на морском дне. Арктические территории – это бездорожье и холод, поэтому в первую очередь важна одежда и транспорт. К слову, завтрашний день будет в основном посвящен арктической науке, так что ждем интересных открытий и необычных разработок от наших ученых. Следующие новости от коллег из северной столицы мы получим уже завтра днем, а пока вернемся в Мурманскую область. Она, к слову, стала лидером в ежегодном рейтинге «Полярный индекс регионы». Он оценивает устойчивое развитие девяти регионов, которые полностью или частично входят в арктическую зону России. Этот проект совместно ведут экономический факультет МГУ и проектный офис развития Арктики. При составлении списка учитывались экономические, социальные, экологические показатели. Он стал первым специализированным сравнением регионов, входящих в арктическую зону России. Там целый спред показателей, то есть их в общей сложности, наверное, около 40. И, естественно, это показатели, которые можно проверить, это общедоступные данные. У Мурманской области хорошая стартовая позиция. Но при этом грамотно и эффективное управление всеми теми ресурсами и возможностями, которые есть в экономике, в социальной сфере, в экологической среде. Этим грамотно управляется администрация области. И это отказывается и на тех рейтингах, которые мы видим. Список существует уже пять лет. В этом году, как и в прошлом, Мурманская область заняла первое место. На втором расположилась Якутия. Бронзу получил Ямало-Ненецкий автономный округ. А замыкает девятку регионов Ненецкий автономный округ. Кирилл Грапиняк, Павел Третьяков, ТВ21+. Глава региона провел масштабное собеседование. Возможность лично пообщаться с губернатором и представить свою профессиональную портфолио появилась у 26 финалистов кадрового конкурса «Лидеры России». Участники представляют различные регионы и сферы деятельности. От информационных технологий до культуры. Андрей Чибис пообещал пригласить на работу в органы управления областью тех кандидатов, которые проявили себя наиболее ярко. Имена победителей назовут 10 декабря. Очень хочется, чтобы те люди, которые хотят идти к нам работать, отвечали вот этим требованиям. Такой мотивированности, желание получить результат, желание пользы для своей области, своей родины. Самых талантливых студентов арт-резиденции «Простор» привезли в Мурманск. Им отвели неделю на созерцание природы и индустриальных пейзажей, а после дали задание отразить увиденные в разных медиа форматах. В этой области и вообще в Заполярье есть множество природных явлений, которые создают нулевую видимость. Это и полярная ночь, это пурга, это туман. И в таких условиях наши глаза уже ничего не видят. Такие явления – идеальная среда для реализации идей медиахудожников. А таких специалистов в эти дни в Мурманскую область приехало много. В течение недели они исследовали регион, побывали в Саамской деревне, поймали северное сияние, прошлись по областной столице. Так медиахудожники вдохновлялись и разрабатывали новые проекты на основе специфики Кольского Заполярья. Мы выбрали Мурманскую область в том числе потому, что это, как нам кажется, идеальное место для демонстрации, для показа медиаискусства, потому что медиаискусство связано со современными технологиями, с очень много работы со светом, с пространством. А у вас в Мурманске и в Мурманской области полярная ночь, темно. Ребята собрались со всей России. Это лучшие ученики этого проекта, те, кто себя проявил, у которых было классное портфолио. Воплощать идеи в жизнь авторы планируют до февраля 2023 года. После видеоролики с результатом работ будут транслировать на фасаде здания в центре Москвы. Александра Клепцова, Элина Шагенова, Максим Чинкин, ТВ21+. Работники здравоохранения начнут получать специальные ежемесячные надбавки. На будущий год в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на эти цели предусмотрено более 152 миллиардов рублей. Новые ежемесячные выплаты медики начнут получать с января 2023 года. Их размер для врачей центральных и районных больниц составит 18 500 рублей. Чуть меньше 14 500 положено врачам первичного звена, а сотрудникам скорой помощи 11 500 рублей. Медперсонал среднего звена будет получать 8 000, фельдшеры – 7, младший медперсонал – 4 000 рублей. В течение декабря, в начале января будет проделана вся необходимая подготовительная работа. Уровень жизни во всех регионах страны разный. При установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональной. По данным Федерального реестра инвалидов, в Мурманской области свыше 25 000 – лиц с ограниченными возможностями здоровья. Парковки для них в городе есть, но чаще всего они заняты. Такую картину можно наблюдать у многих общественных мест. Всему виной невнимательность других водителей, которые оставляют автомобиль, не заметив соответствующий знак. Инспекторы ГИБДД и общественники регулярно проводят беседы с такими нарушителями. В этот раз с ними отправилась наша съемочная группа. Возле первой детской поликлиники, особенно в сезон простуд, сложно найти свободный угол, чтобы оставить машину. Частое место для водителей с инвалидностью оказывается занято кем-то, у кого нет проблем с передвижением. Это день не исключения. Два автомобиля без опознавательных наклеек припарковались в неположенном месте. Гражданам, ко всем нашим водителям, любителям, госавтоинспекция обращается, чтобы соблюдали правила парковки, места, отведенные для инвалидов. И не стоит забывать, что парковочное место обозначено дорожным знаком инвалид, плюс необходима дорожная разметка. В случае, если дорожной разметки нет, от центра дорожного знака, где установлено в обе стороны по метру шестьдесят. Такое расстояние выбрано не случайно. У сопровождающего должна быть возможность широко открыть двери и помочь человеку выйти из салона. Они должны быть почищены, они должны быть доступны. И не так, чтобы человек, например, на коляске вышел из машины или пересадили его в коляску, и он попасть никуда не может, потому что там где-то очень большое, так сказать, какое-то препятствие, и он просто не может проехать. Или же, опять же, подъем не 30%, а гораздо больше. С 1 по 10 декабря проходит ежегодная декада инвалидов. В это время активисты стараются привлечь как можно больше внимания к разным людям и их потребностям. К сожалению, сейчас, как только человек получает диагноз или увечья, он выпадает из жизни общества. Самая большая проблема – это выйти из дома. Потому что, ну, к сожалению, наш жилфонд в очень маленьком проценте благоустроен, скажем, да, где нет проблем с выходом, то есть те же пандусы, лифты и все остальное. То есть самая основная проблема в этом. Наказание для тех, кто решил припарковаться на месте для инвалидов, не имея на то законных прав, немаленькая. Штраф в 5000 рублей – серьезный удар по среднестатистическому кошельку. Если, ну, даже сделать там месячный, двухмесячный рейд, ну, на постоянной основе, то это уже выработается какая-то привычка, да, того, что не нужно этого делать. А если такие мероприятия будут проходить там раз в полгода, раз в год, то как бы толку от этого будет мало. Инспекторы ГИБДД отмечают, что есть и те, кто попросту забывает установить знак, когда перевозят инвалидов. Такая оплошность может привести к тому, что автомобиль заберут на эвакуаторе. Кирилл Грапиняк, Павел Третьяков, ТВ21+. Тысячи детей приняли участие в городском фестивале творчества «Росинка». Он проводился с 26 мая по 29 ноября и был приурочен к году культурного наследия народа в России. Улыбка и слезы. Такие эмоции вызывают работы воспитанников и педагогов 50 детских садов Мурманска. Семейные презентации, видеоролики, флешмобы и даже мини-концерты представили дети и взрослые на городском фестивале творчества «Росинка». Пришло время подвести итоги. Победила дружба. В каждой номинации на первое место поставили сразу несколько коллективов. Ведь каждый творческий шаг ребенка должен быть отмечен. Казалось бы, детский конкурс, но это очень важно, когда с самого-самого раннего детства в детях воспитывается любовь к родине, к культуре. Прекрасный праздник, замечательные родители. Ну и, конечно, отдельное спасибо руководителям наших школьных учреждений и педагогам. К фестивалю подключили более 5000 детей. Без внимания и подарков не остался. Никто. Планируется, что теперь это станет доброй традицией для мурманских дошкольных учреждений. Александра Клепцова, Элина Шагенова, Андрей Бричко, ТВ21+. Князь в Мурманске. Популярная российская рок-группа дала концерт в столице Заполярье в рамках своего юблейного тура. Мы сыграем песенки на английский цель в период, а также старенькой тоже не забудем. Князь приезжает в Мурманск не впервые, но последние годы концерты пришлось не раз отменять и переносить из-за пандемии. Северяне соскучились по возможности как следует оторваться под любимые хиты. Крохочет гром, сверкает волн, ее мечи, она холмит. Стоит песнец и кричит, что жастой море у тебя в сонку. И сверка ты будешь в ней, в небо хочется. Лидер, один из основателей и автор множества композиций группы Короли Шут Андрей Князев основал сольный проект весной 2011-го. С тех пор коллектив, не теряя хватки, создает новые музыкальные композиции, снимает клипы и дает гастроли. Вот и в этот раз зал оказался полным. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции 400-870. Не забывайте про вайбер и ватсап и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Мурманской области на 9 декабря. В Кандалакше температура воздуха опустится до 5 градусов осадки. В Омбе также снег, минус 3, минус 5. В полярных зорях столбик термометра показывает в среднем минус 4 градуса. В Апатитах осадки, минус 4, минус 6. В Кировске температура воздуха также опустится до 6 градусов. В Кавдоре в среднем минус 5 осадки. В Манчегорске прогнозируется снег, в среднем минус 5 градусов. В Лавозере минус 6, минус 8. В Оленигорске также осадки. В среднем температура воздуха минус 4 градуса. В Никеле температура опустится до минус 6. В Заполярном минус 3, минус 5. Снег. А в Североморске столбик термометра показывает в среднем минус 4 градуса. В Мурманске также осадки. Минус 4, минус 6. Вы смотрели новости на ТВ 21+. В студии была Элина Шагенова. Берегите себя. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова